Глубоко уважаемый Сергей Борисович, глубоко уважаемые коллеги, аспекты хирургического и лучевого лечения рака мочевого пузыря были освещены ранее. Химиотерапия занимает ведущее место в лечении не метастатического рака мочевого пузыря, а также занимает лидирующую позицию в лечении метастатических форм данного заболевания. До внедрения в практику эффективных схем химиотерапии медиана выживаемости больных метастатическим раком мочевого пузыря не превышала 3-6 месяцев. Актуальность химиотерапии обусловлена тем, что первичный метастатический рак встречается в 10-15% случаев метастазирования после радикального лечения. По данным некоторых авторов может достигать до 50%. При метастатическом раке мочевого пузыря наиболее часто поражаются лимфатические узлы, кости, легкие, печень, брюшина и плевра. Бурное развитие химиотерапии началось в 80-е годы прошлого века, когда была продемонстрирована эффективность платинно-содержащих препаратов метамицина С, 5-туруроцила, фосфамиды и так далее. В начале 90-х годов появился препарат гемцитабин. В 1994 году при проведении первой фазы клинических испытаний итальянским учёным Франческо Полера было отмечено то, что при лечении гемцитабином значительно уменьшилось количество очагов печени при метастатическом раке мочевого пузыря, что, в общем-то, послужило поводом изучения комбинации гемцитабина с другими химиотерапевтическими препаратами. Таким образом, синергизм действия с цисплатином дал возможность комбинировать эти два препарата. Наиболее известные схемы первой линии химиотерапии метастатического рака мочевого пузыря – это МВАК. Высокодозная схема МВАК отличается от стандартной тем, что циклы повторяются каждые две недели, и во время лечения пациенты получают колоннестимулирующий фактор. МВАК – трёхкомпонентная схема – цисплатин, метатриксатвин, бластин. Вот эта схема используется также достаточно часто – цисплатин, доксорубицин, циклофосфан. У пациентов с имеющимся нарушением функции почек применяется монохимиотерапия карбоплатина и упомянутая выше двухкомпонентная схема – гемцитабин, цисплатин. Что нового появилось за это время в первую линию химиотерапии метастатического рака мочевого пузыря была включена трёхкомпонентная схема – поклитоксил, гемцитабин, цисплатин. Исследования показали, что общий ответ по сравнению со схемой двухкомпонентной отмечен 56%. В плане токсичности чаще встречается нейтропения четвёртой степени у 36% больных, но тромбоцитопения четвёртой степени, которая может приводить к кровотечениям, при этой схеме встречается почти в два раза реже. С целью улучшения результатов химиотерапии в нашем центре с 1986 года центр занимается изучением внутриартериальной химиотерапии. Идея заключается в том, чтобы создать максимальную концентрацию препарата в опухоли и снизить системную токсичность. Был уже накоплен определённый опыт лечения местно распространённого рака мочевого пузыря, были защищены диссертации на эту тему. В плане лечения метастатического рака мочевого пузыря хочу представить небольшое клиническое наблюдение. Перед этим хочу выразить слова благодарности отделения ангиографии за предоставленные снимки и возможность их представить в данном докладе. Мужчина 62 года поступил в нашу клинику в анамнезе. Два года назад радикальная цистоктомия в деривации мочи по брикеру. В течение двух лет он наблюдался. Через два года при контрольном обследовании по данным компьютерной томографии в печени выявлен очаг диаметром где-то 2,5 см. Была выполнена биопсия и орфологически подтверждён метастаз уротелиальной карциномы. Пациенту предложено как этап комбинированного лечения в начале выполнить системно-регионарную химиотерапию. Также этот очаг виден на ангиограммах. Химиотерапия предложена по схеме гемцитабин-карбоплотин. Выполнена селективная химиоинфузия карбоплотином. Также были введены эмболизирующие компоненты. Это рентген-контрастное масло и гемостатическая губка. Через месяц при повторном поступлении по данным контрольных обследований при компьютерной томографии и по данным ангиографии отмечается частичный регресс опухоли. На снимках компьютерной томографии видны остатки эмболизирующего вещества масла. Следующим этапом предполагается хирургическое лечение в объеме либо открытой резекции печенью удаляет очаг либо радиочастотная абляция. В заключение необходимо сказать, что химиотерапия имеет важное значение в лечении метастатического рака мочевого пузыря. Спасибо за внимание.